Всем привет! В этом видео мы свяжем такой симпатичный узор спицами из ажурных коз. Раппорт узора состоит из 11 петель и 10 рядов. Количество набранных петель должно быть кратным 11, плюс 3 петли для симметрии, плюс 2 кромочные петли. Это при поворотном вязании. Все четные изнаночные ряды в этом узоре нужно вязать по рисунку, то есть так, как смотрят петли, а все накиды нужно провязывать изнаночными петлями. Этот узор вы сможете использовать при вязании свитера, джемпера, кардигана, жилета, кофты. Вот так выглядит лицевая сторона узора. А вот так смотрится изнаночная сторона. Итак, давайте начнем вязать узор. Я на спице классическим способом набрала 16 петель, то есть 11 петель это раппорт узора, плюс 3 петли симметрии, плюс 2 кромочные петли. И я буду вязать 1 раппорт узора. Значит, первую петельку, это кромочная, я ее снимаю непровязанной. И дальше я вяжу 3 петли симметрии. Это у меня 3 изнаночных. 1, 2, 3. И начинаю вязать раппорт узора. Я провязываю 2 лицевые, потом накид. Следующие вот эти 2 петельки нужно провязать вместе 1 лицевой, только с наклоном влево. То есть, вот так, за задние стеночки. Потом я провязываю 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. Дальше у меня 3 изнаночных. Все, раппорт я закончила. И последнее, это кромочная, изнаночная. Первый ряд я связала и поворачиваю работу. Теперь я буду вязать второй ряд. Это изнаночный ряд. И в последующем все четные ряды нужно вязать по рисунку. То есть, так, как смотрят петли. Вот сейчас кромку я снимаю и смотрю. На меня смотрит лицевая, провязываю лицевой. Опять лицевая, лицевая. Потом изнаночные петли. Накид я провязываю изнаночной петлей. Снова изнаночные. А теперь у меня лицевые. Вот одна, вторая и третья. Последнюю петлю нужно провязывать изнаночной петлей. Все, второй ряд готов. Поворачиваем работу. Дальше видео я буду показывать только нечетные лицевые ряды. Итак, первую петельку я снимаю. И дальше я начинаю вязать петли симметрии. Это у меня 3 изнаночных. Потом я вяжу раппорт узора. 3 лицевые. Накид. Следующие 2 петли я провязываю вместе лицевой, только с наклоном влево. Вот так, за задние стеночки. Потом у меня 3 лицевые. И 3 изнаночные. Последняя это кромка изнаночная. Все, третий ряд мы связали. Теперь вяжем пятый ряд по схеме. Кромочную я снимаю непровязанной. И вяжу петли симметрии. Это у меня 3 изнаночных. Дальше вяжу раппорт узора. 4 лицевые. Накид. Эти 2 петельки я провязываю вместе лицевой за задние стеночки. Потом 2 лицевые и 3 изнаночные. Последняя кромка изнаночная. Теперь вяжем седьмой ряд по схеме. Кромочную я снимаю. Дальше вяжу петли симметрии. Это 3 изнаночных. И начинаю вязать раппорт узора. 5 лицевых. Потом накид. Эти 2 петли провязываю вместе лицевой за задние стеночки с наклоном влево. Потом у меня лицевая и 3 изнаночные. Последняя это кромочная и изнаночная. Теперь вяжем 9 ряд. Кромочную петлю я снимаю. Вяжу петли симметрии перед раппортом. Это 3 изнаночных. Дальше вот у меня 6 лицевых петель. И я буду делать перекрещение 3 на 3 только с наклоном вправо. Для этого я беру вот эту дополнительную спицу. Первые 3 петельки я переснимаю на эту дополнительную спицу. Вот так. И располагаю эти петли за работой. Дальше я провязываю следующие 3 лицевые петли. Вот 1, 2, 3. А потом возвращаю вот эти петли с дополнительной спицы на левую спицу. Вот я вернула эти петельки и провязываю их 3 лицевые петли. Все. Я сделала перекрещение 3 на 3 с наклоном вправо. Теперь я делаю накид. Потом эти 2 петельки провязываю вместе лицевой за задние стеночки. Потом 3 изнаночные. Последняя кромочная изнаночная. Дальше мне нужно провязать 10 ряд. Это будет последний ряд в этом узоре. И его нужно вязать по рисунку. То есть как все четные ряды. Итак, вот я провязала 10 рядов в высоту. Это и есть раппорт узора. То есть на этом образце я выполнила раппорт узора 1 раз в ширину и 1 раз в высоту. И давайте сравним с другим образцом, где я выполнила раппорт узора 3 раза в ширину и 4 раза в высоту. Вот у меня этот образец. И вот так выглядят эти косички. То есть вот одна косичка, вторая и третья. И в высоту вот у меня перекрещение 1, 2, 3 и 4. И получаются вот такие интересные, симпатичные ажурные косички. Очень красиво будет смотреться такой узор на вашем вязаном изделии. Добавляйте такой узор в свои копилочки. И желаю вам ровных петелек. Пока! До новых встреч!